Хотя наш фильм и называется фотодиод, мы начнем наши опыты с вот этим красным светодиодом. Сейчас на него подано напряжение 2,1 вольта, и он ярко горит, электричество превращается в свет. А теперь запустим процесс в обратную сторону. Отключим питание и посветим на светодиод ярким фонариком. Теперь свет превращается в электричество, светодиод выдает напряжение 1,6 вольта. Он работает как солнечная батарея, и такой режим его подключения называется фотогальваническим. Светодиод, как и всякий диод, состоит из сплавленных друг с другом полупроводника P-типа, в котором подвижными носителями заряда являются положительно заряженные дырки, и полупроводника N-типа, в котором подвижными носителями заряда являются отрицательно заряженные электроны. Когда на светодиод подается прямое напряжение, электронные дырки двигаются в сторону P-н-перехода, и при их рекомбинации каждая пара электрон-дырка порождает фотон, длина волны которого определяется энергией, выделившейся при рекомбинации. При работе в фотогальваническом режиме процесс идет в обратную сторону. Поглощенный фотон порождает пару электрон-дырка. Электроны накапливаются по одну сторону P-н-перехода, а дырки по другую, в результате чего возникает разность потенциалов, которую мы и наблюдали в нашем опыте. Сделаем еще один опыт с красным светодиодом. Отключим питание и осветим его фонариком. Мультиметр показывает напряжение 1,6 В. Перекроем луч фонаря красным светофильтром. Сейчас фотодиод освещается только красным светом и выдает напряжение 1,5 В. С зеленым светофильтром напряжение остается таким же. А вот с синим светофильтром напряжение падает до 0,45 В. Заменим красный светодиод на зеленый. Под фонарем он выдает напряжение 2,1 В. А вот с красным светофильтром напряжение падает почти до нуля. Энергии красных фотонов не хватает, чтобы создавать электрон-дырочные пары. С зеленым светофильтром напряжение составляет 0,6 В. А с синим светофильтром 2,05 В. Наконец, поставим в нашу установку синий светодиод. Под фонариком он выдает напряжение 2,2 В. С красным светофильтром напряжение падает до нуля. С зеленым тоже до нуля. А с синим светофильтром напряжение составляет 1,45 В. Значит, электрон-дырочные пары в синем светодиоде создаются только энергичными коротковолновыми синими фотонами. А теперь рассмотрим фотодиодный режим подключения, для которого нам нужен настоящий фотодиод. Мы соединили его последовательно с сопротивлением 330 кОм. Подадим на эту цепочку напряжение 15 В в обратном для фотодиода направлении. Сейчас сопротивление фотодиода гораздо больше сопротивления резистора, и он заперт. Поэтому почти все напряжение падает на фотодиоде, а напряжение на резисторе близко к нулю. В темноте напряжение на резисторе и вовсе падает до нуля. А теперь осветим фотодиод фонариком. Теперь сопротивление фотодиода мало по сравнению с сопротивлением резистора, и практически все напряжение источника падает на резисторе. И к нему еще добавляется ЭДС, созданное самим фотодиодом. Так что напряжение на резисторе оказывается равным 15,7 В. Таким образом фотодиод работает как ключ, который под действием света включает и выключает напряжение на резисторе.